Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как мы уже анонсировали, управляющий Ирисовским свободным портом Анси Зелтинч у нас сегодня в студии. Добрый день. Добрый день. Есть немного событий, приятных в жизни Ирисовского свободного порта. Я думаю, что переезд угольного терминала на Кревусалос, я думаю, что это хорошая новость, естественно, для жителей тех районов, где были угольные терминалы. Ну и, конечно, новый виток, наверное, в истории Ирисовского свободного порта. То, может быть, с этого мы и начнем. Да, еще раз добрый день, дорогие радиослушатели. Да, мы закончили, в принципе, самый большой проект истории порта Риги. И, конечно, тут я должен сказать, что он не шел очень просто. Я бы назвал его в каком-то плане проблематичным. Но, в конце концов, мы успешно его завершили. И основная цель – то, что перевалка угля в районе экспорта Остая Андрейсала, то есть то, что находилось близко к центру города, в принципе, ушло вдоль устья реки Долгавы на левый берег, на абсолютно новое место, абсолютно новый терминал, с абсолютно новой инфраструктурой, новой железнодорожной станцией, с новыми причалами глубоководными. И та самая главная цель – это то, что с точки зрения экологии – то есть центр города будет, есть сейчас уже, то есть освободили от перевалки пляж и грузов, в основном это уголь. Это около 10 миллионов тонн в году. То, что туда-сюда, как в котором году, в принципе, ушло из центра города. Это, я считаю, очень важно. Это, в первую очередь, наверное, дает и позитив финансовый к цене недвижимости, скажем так, к району Сканстеса, ближе к лежащим районам. Там и так уже не дешево. Да, ну это ладно, это может быть больше шутки. Но, конечно, как бы это ни было, уголь, там определенный фон, пили, дал. Это нельзя отрицать. Так что это самое главное. Конечно, есть, я должен сказать то, что есть такое обостренное интерес относительно то, как это будет работать на левом берегу. Конечно, вся перевалка угля происходит по-новому, но, конечно, это не означает, что вообще ни одна частица пили угля в воздух не пойдет. Но при всем этом, то есть мы сделали все, чтобы эта перевалка угля на новом терминале происходила более чисто относительно окружающей среды. Да. Вот что касается самого терминала Криво-Сау, что говорят предприниматели, которые уже там работают, может быть, те, кто оказывают эту услугу, может быть, там, не знаю, теперь это будет более быстро происходить обработка, может быть, несколько слов об этом, что там происходит. Нет, в первую очередь, это, конечно, должно перейти более, то есть перевалка, если скажем так, перевалка с вагонов на грузовые площадки, из грузовых площадок уже на пароход, должно приходить быстрее, оптимально и проще, то есть это дает эффективность перевалки. Но, скажем так, это, в принципе, перевалка уже на новом терминале, на новых терминалах началась с февраля этого года, но сейчас как бы на полную мощность ни один, ни другой терминал еще не вышел. там производится еще наладка погрузочных систем, то есть не то, что все абсолютно еще работает, то есть там ведется еще определенные технические работы, так что это, наверное, в ближайшие месяцы все должно завершиться, и терминалы заработают на полную мощь. Да. Ну, наверное, еще одна такая, я думаю, будет важная новость, это, я так понимаю, что СССР пытается развивать вот эти круизные суда, сейчас, тем более, что сезон начинается, что ждет вот, может быть, потенциальных пассажиров? Ну, говорится, солнышко зазвитело, это означает, что весна приближается, в принципе, и круизный сезон. Круиз в Риге, в принципе, на Балтии, он сезонален, он имеет такую сильную сезональность, в основном это летние месяца, и, как я уже предыдущий раз говорил, круиз, может быть, составляет финансово и по обороту судов, может быть, не такую серьезную часть грузообороты или финансового обороты порта и правления порта Риги, но это хорошая вишенька на торте. И мы эту вишеньку хотим. Полный пакет услуг. Да, мы эту вишеньку хотим, мы хотим его, как бы, развивать, и есть определенный потенциал, чтобы это сделать. Это не только относится к порту, это относится и городу, и туризму, относительно страны, то есть государства вообще. И так что сезон начинается, первый, по-моему, или один из первых пароходов приходит сейчас, да, точно не скажу, в апреле, причем это судно появляется в Риге первый раз, то есть до этого в Риге она никогда не была. Не заходила, да? Да, не заходила. А что это за судно? Нет, это круизное судно, я не говорю, сейчас по названию как бы с головы не скажу. Нет, ну а откуда оно? Это круиз, то есть по Балтике, то есть с какого порта на какой, я говорю, с головы не скажу, но по-любому это означает, что круизные операторы, то есть они ставят и новые пароходы в направлении Риги и вообще на рынок, балтийский рынок круизов. И мы работаем вместе с городом, перспективы по нашей стратегии, я думаю, что определенный вопрос будет решаться и с аэропортом, и национальной авиалинией, потому что если перспектива, которую мы выдвинули, стать таким начальным или заканчивающим, для каких-то круизов начальными или заканчивающей точки на Балтике, то есть тут без авиасообщения, то есть люди прилетают и улетают с круиза, никак, и это как бы такое общее направление. И, конечно, это тоже понятно, что было какое-то время, что считалось, что это круизное судно, оно, то есть приходит в порт, но в реальности пассажиры на этом пароходе, то есть их порт не интересует, их интересует город, страна туда, куда они приплыли. И это означает, что мы должны делать рекламу и своему городу, государству, экскурсиям, то есть и компании, которые в этом работают, они должны вот этот туристический продукт хорошо продавать, представить, и с этим мы как бы в общем уже не первый, даже не второй год уже участвуем в международных выставках, то есть она, как правило, происходит в Соединенных Штатах Америки, в Майами раз в году, и европейская часть происходит в Гамбурге каждые два года, это такие большие выставки, где порт вместе с городом, вместе с компанией, туристическим компанией участвует. Это для порта, для города, для страны очень хорошо, потому что мы понимаем, как бы туристы не приехали, не знаю, на самолете прилетели или на круизном лайнере, они оставили здесь какие-то деньги, то есть это в принципе все хорошо, да. Ну это стимулирует местный бизнес, там конечно всегда идет разговор, то есть насколько кто там что тратит в городе, кто там кушает в городе, кто кушает обратно, идя на пароходе, но по-любому, то есть это, я считаю, довольно серьезный сегмент Риги относительно туризма. Да, может быть так вот переходя к основной, наверное, части работы Рижского свободного порта, это конечно перевалка грузов, каковы сейчас тенденции, мы прошлый раз говорили по итогам года, да, что сейчас, что мы видим, мы по существу в первые три месяца уже прошли, вот есть ли какие-то тенденции? В первые три месяца я бы сказал так, что нету никаких там пиков, никаких прыжков или падений, то есть в принципе тот объем, который в прошлом году стабилизировался, он так и сейчас идет, тут может быть там что-то чуть-чуть выше, чуть-чуть ниже по каким-то конъюнктурам. Конечно, вся света движения угля, тут наверное первые пару месяцев, первый квартал будет минусы, но это чисто вот из-за всех этих технологических передвижений, то есть конечно нельзя было так, что в одном месте свет выключить и в другом включить и все автоматом заработает на стопроцентную мощность, все-таки это технологический процесс, он должен был перенести. Это не только как бы терминал, это вся логистика железной дороги, то есть с правого берега на левый, вот так что это какое-то, я бы сказал не то, что негативное, но это минус обороте угля на первый квартал будет. Все остальные конъюнктуры, контейнеры идут, относительно зерна, зерно имеет сезональность, так что тут тоже смотрим уже как бы на новый сезон, все остальное как бы работает, я думаю, что мы на очень правильном пути, так что порт работает и развивается. Да, то есть практически те вот пессимистические заявления, которые звучали в свете геополитики, все-таки не оправдались. Ну, скажем так, геополитику там рассматривать по месяцам это большого смысла не имеет. Конечно, как бы риски и как бы эти тенденции, мы все еще, ну, то есть это неизбежно, мы за ними смотрим и присматриваем. И по-любому, конечно, в порту, в пользу развиваться разные направления, то есть развивать разные конъюнктуры грузов, так как мы находимся все-таки, я все еще считаю, что мы мост между Востоком и Западом. Как бы ни пытались отдельные политики сказать, что мы можем говорить, ну да, мы можем там говорить как хотим, но мы находимся географически там, где мы находимся, и, наверное, то, что было 500 лет назад, вряд ли поменяется через там 200 лет или сегодня. Так что это да, и так что мы должны работать на те потоки грузов, которые через нас идут, есть на что мы можем влиять, и есть на что мы не можем влиять. И на то, что не можем влиять, то есть мы должны смотреть, как это развивается, и постараться этот риск уменьшить. Никакого там другого космического или какого-либо иного решения нет. Что касается вот структуры грузов, если мы вообще говорим не в эти три месяца, все-таки, учитывая ваш опыт работы, вот не знаю, когда вы пришли, что вы сейчас наблюдаете, да, что, может быть, уменьшилось одни грузы, зато нам удалось привлечь, может быть, другие грузы. Ну, ладно, это, наверное, тоже, я уже не первый раз говорю, само управление, конечно, ничего не грузит. Да, это нет, я все понимаю, да. То есть мы как бы не хотели, ну, не то, что как бы не хотели, но мы зависим от того, насколько удачно мы привлекаем компании, которые по ту работают, и насколько успешно они работают. Интересная тенденция, если смотрим с прошлого года, это то, что вторая по объему, самая большая грузоконъюнктура в Рижском порту, первый раз, наверное, стала древесина и продукт из древесины разные, то есть пиломатериалы, шипа, пилеты, кругляки и так прочее. Видимо, это будет и дальше продолжать. Причем этот объем перешел уже 5 миллионов тонн, то есть в прошлом году, то есть это такая, ну, как бы интересная тенденция. Интересная тенденция. А с чем это связано? Раньше, мне кажется, все это грузилось, видимо, только по железной дороге, я так понимаю, да? Не, по-разному, я бы сказал, в первую очередь это, то есть местные компании, которые занимаются древесиной, как бы стали очень сильными, я думаю, что это та индустрия, где Латвия имеет реальную силу, и относительно переработки тоже интересная часть, что, то есть это уже не только местная древесина, но и импортом или транзитом идет и из Белоруссии, и из России, и причем Рига, наверное, не то направление, но по-любому в этом прошлом году, и, наверное, до этого возится и Скандинавия, то есть древесина приходит сюда и Скандинавия, до этого все было наоборот. Да, ну что ж, я вижу, что и звонки во второй части будем их принимать, поговорим еще, может быть, о планах развития Ильского свободного порта. Напомню, у нас в гостях управляющий Ильский свободный порт Амансис Зелтенч, не переключайтесь, сейчас небольшая пауза на новости рекламы. Еще раз, добрый день, продолжаем нашу работу и рассказ о Ильском свободном порте, 612-939, телефон прямого эфира, пока мы ждем звонки, может быть, такой вопрос, вот вы упомянули в первой части о том, что важно привлечь те компании, которые уже сами будут привлекать клиентов и вот заниматься перегрузкой и вот перевалкой грузов, как удается вот привлечь компании, или это те, которые уже стивидо работают годами? Не, ну, конечно, то, что как бы существующие и объемы, и то, что происходит, это в основном те компании, которые уже довольно долго в порту работают, некоторые уже там десятилетиями, но, то есть, одно из направлений, это я тоже упомянул, это Республика Беларусь, у нас, наверное, последний год-полтора идет очень тесное сотрудничество и с разными, с разными направлениями Республики Беларусь и мы все еще очень потенциально смотрим к тому, чтобы привлечь такие и стратегические груза, как минеральное удобрение. То есть, потенциал есть в этом плане? Да, потенциал есть в Риге, в Риге есть терминал, который сейчас, то есть, Альфа-Оста, который в каком-то времени построился и работал с минеральными удобрениями, потом эти грузы ушли, они успешно переориентировались на зерно, но, в принципе, реальность, конечно, есть готовый терминал и, наверное, объективно через терминал, который был построен для минеральных удобрений, перспективу грузить и минеральные удобрения. То есть, в принципе, эта возможность в Риге есть, в принципе, сразу. Это означает, что не надо ничего там строить или делать какие-то капиталоложения в какой-то абсолютно новый терминал для минеральных удобрений. Так что это есть реальная возможность, на которой мы и работаем. Ну да, мы знаем, что планируются визиты президента республики Биваусь, может быть, это даст тоже толчок соответствующий. Да, это, я говорю, что, наверное, наши отношения и межгосударственные отношения, наверное, на очень позитивном уровне, на очень позитивной ноте. И я думаю, что это только будет способствовать развитию экономических отношений наших стран. То есть, у нас общая граница. То есть, их, конечно, интересует попадание в разные мировые рынки. И чисто по логистике, конечно, необходим порт. Так что это как раз подходящее. Это как раз подходящее. Будем принимать звонки. Добрый день. Слушаем вас, пожалуйста. Пожалуйста. Добрый день. То есть, такая ситуация. Я не сразу присоединюсь к этой даче. Можете тоже этим обсуждать. Но такой вопрос. Вот тут угольные склады, сейчас они не на свои порты потоки переправляют. Вот тогда, если когда уголь российский хватит, перегружать не будет. Это что? Чем вы собираете эти территории? Нет. И второй вопрос. То есть, поставили, наверное, на Роском острове сейчас угольные склады делали, там, перегружают этот уголь. Да? Делали, как бы, ну, эти самые газородки, чтобы не поднимался. Но все равно до нас путь доходит и довольно неприятный не только воздух становится, но и запах. Спасибо большое. Да, слышимость была не очень. Ну, два вопроса, насколько я понял. Вопрос первый. Ну, мы понимаем, это неизбежная ситуация, что Россия развивает свои порты. И у радиослушателей такой вопрос. Вот если вдруг там самый худший вариант, что не будет угля, а вот криво-салость все-таки развивается, как вот угольный терминал. Вот первый вопрос такой. Есть ли у вас вариант Б? Такая модная тема, да? Не, ну, я уже это тоже не раз говорил. Конечно, в первую очередь, наверное, была ситуация, когда угля не было. Появилась ситуация, что уголь есть. И, наверное, как-то, когда-то придет ситуация, когда угля не будет. То есть, это в таком плане не катастрофа. Конечно, если что-то происходит там за один день или за один месяц, это, наверное, такая серьезная история. Как с этим работать, наверное, надо тогда по ходу дела. Но относительно новых терминалов, терминал как такой, он не угольный. Ну, то есть, основная конструкция терминала – это грузовые площадки и причал, и разные подключения коммуникаций. То есть, конечно, терминал строен, чтобы передвинуть уголь, чтобы он сразу мог там грузиться и с ним работать. Но если угля не будет, то есть, ни грузовые площадки, ни причалы, то есть, они не пропадут. И то же самое, как бы, железнодорожная станция, железная дорога, то есть, она, в принципе, нужна для любой конъюнктуры груза. То есть, это, конечно, опять какие-то, может быть, переориентации грузов, но в этом плане я большую проблематику не вижу. То есть, главное, чтобы у нас грузы были. То есть, если не будет вообще ничего грузить, тогда, конечно, не будет смысла ни с площадок, ни с причалов. Но с одной конъюнктуры на другую я большую проблематику не вижу. И так терминал на Креоса ли был и построен. Что касается пыли, которая будет, видимо, и теперь вот Креосаус, насколько она, я так понимаю, все-таки от жилых домов там довольно большое расстояние? Ну, это всегда такой, это вообще конфликт порта, который индустриальный с городской средой. Это, то есть, мы тут не уникальны, это везде. Там берешь любой портовской город Европы или Мира. Но по-любому, то есть, конечно, индустриальные терминалы стараются, ну, как бы уйти с жилых районов. Но по географии они могут уйти только там, где они могут уйти. То есть, нас, как порта, как бы выжимает из центра. Окей, это объективно. Но там, где мы можем двигаться, мы можем двигаться в устье реки. Да, вода нам нужна. Да, вода нам нужна. Так что, в первую очередь, это вдали от жилых районов. То, что там сделана, та же самая ветряная стена, она как, или противоветряная стена, она как технология прогрессивна. То есть, если мы говорим относительно сыпучих грузов и того же самого угля. Конечно, она не исключает того, что при работе с углем вообще пили не будет. То есть, ну, такой ситуации, наверное, не будет. Но мы сделали все то, что технологии позволяют, чтобы, в принципе, всю эту пиль ограничить существо, ну, то есть, ограничить ее распространение за рамках, ну, как бы, терминала и порта. В 612-939, реформ прямого эфира. Может быть, еще один вопрос, который я хотел задать. Вы упомянули Белоруссию, но в свое время говорили о еще таком весьма перспективном направлении, это вот китайские грузы. Я понимаю, что расстояние с Белоруссией несравнимо, но что-то есть там, какие-то подвижки. Мы знаем, что по железной дороге были вот эти тестовые поезда в прошлом году. Но особенного порыва, видимо, пока мы не дождались. Это я тоже говорил. Китай, наверное, процесс или проект такой долговременный. Быстрых результатов он не даст, но если мы, скажем так, в это направление смотреть не будем вообще, это будет никогда. Это тоже понятно. Так что, если мы смотрим относительно Китая, Китай, конечно, это не только перевозки просто с Китая, там, порт Рига, это и связано с теми проектами, в том числе и Белоруссия, тот же самый большой камень, где китайские инвестиции, это тоже самое связано с железной дорогой и выходом Европу, то есть Брест и Польша, где сейчас так называемый боттлнек, и это дает какое-то преимущество и нашему направлению, где какую-то часть с этого грузопотока мы можем привлечь. Но, конечно, если мы говорим относительно Китая, то там без железной дороги, ну, мы никак, то есть это означает, что если железная дорога не привлечет эти грузы по потоку, то дальше мы никак, то есть мы можем там делать, что хотим, ничего не будет. Но, в свою очередь, с своей стороны мы работаем относительно на морском пути, потому что идет груза с Китая идут не только по сухопутному пути, но и по морскому. То есть те же самые контейнеры и тот же самый Коско, которая одна из самых больших контейнерных и контейнерно-первозрачных компаний в мире, то есть они свой рынок Прибалтики и Балтии имеют, и мы, конечно, хотим привлечь их, то есть их пароход, их пароходы циркулируют и идут на порт Ригу, но мы хотим, чтобы они посмотрели на Ригу и как потенциально, может быть, на место терминала и, как бы, место представительства своей компании. Мы знаем, что, в принципе, ну, это больше, наверное, к пассажирским лайнерам были проблемы, ну, с учетом естественной Ирбинского пролива, захода больших кораблей, да, что сейчас, как обстоит дело? Нет, Ирбинский, Ирбинский, скажем так, траекторию Ирбинского пролива поменяли уже, наверное, больше, что, 10 лет назад, наверное. То есть тут дальше уже, да. То есть там ничего, скажем так, не копали, не углубляли, просто поменяли рекомендованный путь Судахон, или так называемый глубоководный путь. Так что в этом, в Ирбинском проливе проблем нет. То, что мы должны сделать еще в порты Рига, это заход в порт, или так называемые ворота. Типа для Панамаса. Нет, в этом плане тоже проблем нет, но если так объективно смотреть, Судах становится не только с большей осадкой, осадкой, на которой всегда был фокус, но они становятся и шире, и, скажем так, длиннее. И канал у нас, то есть глубоководный канал у нас, заход 100 метров, сюда уже приближается в ширине там под 50, да, почти. То есть пассажирские, вот те же самые круизные лайнеры точно, и это, конечно, как бы дает нам такой тоже импульс, что, в принципе, мы должны смотреть в сторону расширения захода в порт, то есть в портовских ворот. Это большое капитал оружения. То есть за миллионы, да? Это, наверное, десятки миллионов, потому что вместе с всем этим мы должны и делать реконструкции моллов, которые просто исторически под такую глубину не были построены. Так что, ну, то есть на этом работаем, и это, наверное, такая одна из ближайших больших инвестиций, потенциальных инвестиций в порт, то есть мы, в первую очередь, смотрим в сторону финансов, как их привлечь, и вообще решению как-то кому. То есть это даже может быть какой-то кредит, да? Ну, как кредит? Ну, я думаю, что, как бы, в сторону еврофондов, конечно, мы можем смотреть, но, конечно, это не бесконечно, и так или иначе нам надо будет и привлечь кредитные деньги. Давайте принимать очередной звонок, 612-939, телефон прямого эфира. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Добрый день. Такой коротенький вопрос. Как бы ваш гость охарактеризовал умственные способности людей, которые говорят, что нам не нужно быть мостом между Востоком и Западом, и слава Богу, что мы от этой роли избавляемся, и что транзит не наш. А вообще нам все это не нужно. Что у них с головой? Как это можно назвать? Спасибо. Да, ну это, видимо, больше к другому специалисту, да? Да, я говорю, ну ладно, голова это, наверное, нейролог или медицина, но если так, я уже говорил, что для и вообще как развивались порты Прибалтики, это не вопрос там последних сто лет, берем там триста лет назад, это все равно были торговли и потоков грузов, которые приходили на судах и уходили куда-то в глубь по сухопутному пути или по сухопутному пути глубь с континента, приходили в порт и ушли, то есть на кораблях по всему миру. То есть эта функция, это определяет географию, где мы находимся. Я думаю, что там не важно, кто чего говорит, да, но это не изменится. Конечно, ставя фокусы или акценты на том, что мы работаем, на каких направлениях работать, я бы сказал, что, конечно, как бы это ни было, в транспорте транзит, это не только, если мы там говорим относительно угля, но вообще относительно грузового транзита, то есть он дает серьезный вклад экономике нашей страны и общий экономический продукт страны. Так что я считаю, что это очень важно, на этом надо работать и как бы все проблематики, которые это тормозит, надо быть решены. Да, ну что, напоследний звонок успеем сейчас еще принять. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Добрый день, только маленький вопрос. Рядом с русским островом еще работаем. Подставьте, какие специалисты вам требуются в данный момент и требуются ли вообще есть. Да, ну, что-то со связью, но я так понял, что требуются специалисты ли вам, да, ну, я не знаю, как самому порту, наверное, больше вот этим стивидорным компаниям, но тем не менее. С стивидорным компаниям, наверное, да. Это был тоже, наверное, один из вопросов, который мы вместе с руководителем из стивидорных компаний в этом году и обсудили, что, конечно, спектр специалистов порту довольно обширный, то есть, начиная просто с работников и заканчивая, конечно, разных специалистов узкого направления. И если мы смотрим относительно технологий, там, не знаю, крановщики, которые, как бы, какое-то время назад, может быть, было такое простое дело, то есть, сейчас и техники становятся сложнее, там много, как бы, компьютерной техники, но и должны люди иметь много знаний. Так что это, я думаю, такой довольно серьезный вопрос, который сейчас и стоит, но будет стоять и в перспективе, и нехватка одних или других специалистов, она, конечно, будет. То есть, насколько остро, это, наверное, вопрос, потому что я говорю, что, может быть, в каком-то направлении таких специалистов всем порту работает, может быть, пять, и, конечно, конечно, если их не будет, это будет плохо, но с другой стороны, конечно, и понятно, что ни одна там, ни вуз, ни школа, или высшее образовательное учреждение не будет там учить, потому что надо пять специалистов. Так что там и вопрос самих компаний, как они это будут решать. Абсолютно так они готовят свои кадры, конечно. Может быть, такой последний вопрос, то вот мы знаем, если так вот спросить даже человека, который повседневно не занимается вот портом или транзитом, он скажет, ну да, мы знаем, какие конкуренты юристского свободного порта, Таллинг, Лайпита, да? Ну вот мы знаем, что у нас есть еще Лепайский, Венспирский. Можно ли говорить о том, что вот сейчас порты в Латвии, и все-таки как-то каждый занял свою нишу, и он на чем-то больше специализируется, и вы вроде бы даже друг к другу в какой-то степени внутри страны и не конкуренты? Ну, это конкуренция, конечно, относительная, потому что, конечно, частные компании, которые как бы работают на одном грузовом сегменте, скажем так, один находится там, Венспилс или Лепа, и другой находится в Риге, то есть, конечно, они в каком-то плане будут конкуренты и будут конкурировать, но это уже тоже тенденция, наверное, последних нескольких лет, что сами порты, сами собой, то есть мы дружим, мы сотрудничаем, и, конечно, если смотреть вообще на грузопоток через Латвию, если мы пойдем каждый по себе, то есть это... То есть здесь даже у вас есть конкуренция, сколько режима действия? Это решение не даст, так что то же самое как бы направление, выставки, конференции, то есть в основном мы участвуем все вместе, в том числе и железная дорога, потому что это основная артерия, то есть по которой груза приходит и уходит, и как бы мы, если ли делаем рекламу направления через Латвию, то есть это вообще направление через Латвию. То есть вы не просто Рига, не просто Венспилс, а все вместе? Конечно, мы и порт Рига, и порт Венспилс, каждый, конечно, имеет какие-то нюансы и преимущества, можно так и сказать, что каждый какую-то свою сегментацию взял. Но смотря вообще на восточное побережье Прибалтики, конечно, все порты, в том числе и ваши, то что вы назвали, то есть Таллинн и Клопеда, конечно, мы в каком-то плане все сидим на одном и том же грузовом коридоре, так что, конечно, каждый... Да, такого нет, такая география. Да, такая география. Но мы, конечно, свои конкуренты, в основном мы такими конкурентами или соперниками смотрим порт Клопеда. Таллинн, конечно, не, они сейчас, там я должен отдать должное и литовцам, то есть они сделали много хорошего, то есть они реально хорошо подняли развитие порта, но как бы у них есть свои проблемы, у них есть, они в принципе сжаты в своей территории, там как быть по свободным площадям, где физически развиваться довольно трудно, то есть они в это направление смотрят, то есть у нас эти площади еще есть, но я говорю, основное это груз, то есть в самой свободной площади, конечно, без груза это ничего не дает. Да, вот так у нас время быстро подошло к концу. Анси Зелтыч, у нас был студий, управляющий Ильческим свободным портом, большое спасибо. Спасибо вам. Хорошего дня.